Димитрий Кульпанович, Игорь Калашников, Анатолий Дрыбас, Виталь Тихомиров, Альфред Микус, Виктор Ведень. У всех ГТ-фотографы демонстрируют мастерство гуми-арабикового фотодруку, який у першиню был выкраснанный в 1858 году. День работы уходит в никуда. Соответственно, приходится тратить еще один день на то, чтобы переделать. И, скажем так, для того, чтобы собрать эту экспозицию въедино, приблизительно около полугода ушло. Я, на самом деле, наверное, и не планировал работать в подобной технологии, потому что мое основное направление – это стрит-фотография. И, на самом деле, здесь таким объединителем вокруг всех этих фотографов, почему нас так много, стал Дмитрий Кульпанович, который, собственно говоря, и работает непосредственно в этой технике. Гуми-арабик – технология, при якой выявы больше долговечная, чем желатинно-сребранные отбитки, дякуючи отсутности химично-активных соля у готовым здымку. Вот у такой технологии изъявились работы Анатолия Дрибаса з его серией фотографий, храмы и органы Беларуси. Нават папера при гуми-арабиковом друку часто вырабляется самостоинно. Была не целлюлозная бумага, а хлопковая. Это уже делается из тряпок, и основа все-таки другая. А во-вторых, у нас химии практически никакой не остается. Вот этот гуми-арабик, он потом вымывается тоже. И стоит столько масло, масляная краска, которая впиталась в эту топковую основу. А масляная, у нас картины сотни лет пронятся. Вот здесь то же самое. Вот с таким экологичным способом друку можно познайомиться у галереи Университет культуры дача 13-го соковика. И уже в худшем часе запланована экспозиция гуми-арабикового друку у колеры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!